Здравствуйте! Продолжаем тему про глину. Сегодня поговорим о местном применении глины. В прошлый раз мы говорили о применении глины внутрь, но я хочу добавить к прошлой лекции кое-что, что было упущено. На основе глины созданы фармацевтические препараты, очень хорошо известные вам. Первое это смекта. Слышали смекта? Да, да. То есть продают официально в аптеках препараты из глины. Глина там, скажем так, в природном своем виде. Просто она добыта в определенных местах, и в определенной формуле обладать своей индивидуальной, такой, скажем так, уникальной, называется изосмектит. Но коалин изосмектит. Но при этом это все равно самая настоящая глина, самая простая. И помните, вы беспокоились, кто-то задавал вопрос, что будет, если глина осядет, в желудке даст камни, в кишечнике даст камни, не дай бог, в почках. Наоборот, глина призвана уже залежи сформированные растворять. И я рассказывала за счет чего? В прошлый раз за счет того, что при соединении с водой образуются очень активные коллоиды. И эти коллоиды работают как микрообойные молоточки с любым шлаком, особенно за сытверделом. И я рассказывала в прошлый раз, что даже камни, каловые, которым по 20-30 лет, и находятся они в труднодоступных местах, так называемые дебертикулы, это такие кармашки, которые образуются на воспаленной слизистой, кишечника, который годами, десятилетиями должен был справляться с тем объемом пищи, с которым он не может справиться. У нас проблема не недоедания, у нас проблема переедания. На всем земном шаре, наверное, нет места, где людям еды и хватает, и при этом они не переедают. Нет, есть много голодающих. Нет, я говорю, чтобы и не голодали, и не переедали. То есть у нас либо голодают, либо переедают. Вы понимаете? А сбалансированность сохранилась только, скажем так, у народов, этнически сохраненных в каких-то удаленных местах. Правда, таких народов осталось очень мало. Но именно там все очень регламентируется, их разумное потребление. В общем-то, так оно было всегда в том обществе, которое называется в некоторых философиях и религиозных воззрениях золотым веком. Вот тогда точно не было ни голода, ни переедания. А у нас наша проблема переедания. И поэтому считается, ученые, так сказать, выявили такой факт, исследователи, что после 25-30 лет, а в Америке после 20-25, то есть намного раньше, у людей формируются дивертикулы и завалы ткаловых камней. И эти камни не просто теперь лежат булыжниками, а в них находятся активные токсины, которые каждый день поступают в кровь. И если эти токсины в кишечнике, дивертикулы образованы в малом тазу, то рядышком что? То есть гинекологические органы и урологические органы у людей разных полов, в малом тазу находятся половые органы. И вот эти дивертикулы вызывают и завалы, каловые каменные завалы, они вызывают заболевания гинекологических органов и урологических органов. Только за факт близости наличие такого кишечника уже вызывает и поддерживает гинекологические заболевания. Вы понимаете? Люди ходят к гинекологам и к андрологам, и там не задают вопрос, товарищи, а как вы, извините, каков у вас стул, да? Каково ваше потребление, каковы меры по своевременному уходу за своим организмом? Кто-то ухаживает за своим организмом, из тех, кто ходит к гинекологу, мы ставим себе женщин, которые сидят у кабинета гинекологу, они, конечно, ухожены внешне, они очень ухожены. А кто из них, если задать вопрос, регулярно думает о чистоте слизистых оболочек своего желудочно-кишечного тракта? Я думаю, сейчас думает. Вот, сейчас пошла волна, слава Богу, образовательная волна, информационная, о том, что в организме всё связано. Если гинеколог думает только по своей гинекологии, знает свои только гинекологические органы, то он уже на сколько процентов неэффективен, на все 100% неэффективен, да? Местные растворы, так сказать, поступают местные растворы лечебные, ну, антисептические, антибиотики, репарационные, местные лечат этот орган, а также лечат через кровь, допустим, воспалительные заболевания. И что? В этот момент там рядом находится бомба замедленного действия с огромным количеством токсинов, дисбактериозных бактерий. Сейчас у детей, у многих в моче, у мальчиков, у девочек, высеваются бактерии, которые должны проживать в кишечнике. И они относятся не к, я сейчас говорю не про дружественную флору, я сейчас говорю про патогенную флору, например, про патогенную кишечную палочку. Очень многих детей высевается сейчас, у мальчиков и девочек в моче, такой грозный инфекционный агент. А все почему? Потому что у этих детей уже, я только что приводила в пример, людей старшего возраста, постарше, а у детей дисбактериоз, без всяких завалов, а у них уже проживает не та флора, не та микрофлора. И органы все рядом, почки рядом, воздолжение общее, да, и так называемым гематогенным путем, тут через общие сосуды поступает все, что содержится в кишечнике лишнего, грязного, вредного, злофорного, зловредного, оно поступает детям в почки. И вот часто, вы, наверное, слышали, ребенок трех лет, четырех лет уже ходит к мифологу, да, и у него уже заболевание, пилонефрит, расширение чашечной лаконочной системы, так выглядит на УЗИ, а лечат им уже пилонефрит, уже курсами антибиотиков. И при этом проблема, мало того, что не решается, она даже вновь не уходит, она переходит все границы, уходит в минус, то есть проблема наращивается, возводится в степень у такого ребенка, если он получает уже лечение антибиотиками в связи с нестерильной мочой и с расширением чашечной лаконочной системы. Да, да, так вот, вернемся к глине. Каллоидные растворы глины, что такое каллоидные? Я показывала в прошлой лекции. Водичка хорошая, да, уже хорошая вода, уже очищенная, уже замечательная, без токсинов и без принесей вода, и в нее, если кинуть кусочек глины, или насыпать порошка из аптечного препарата, или тоже добавить смекту, кто любит все стерильное, проверенное, фармакологическое, может заплатить деньги в аптеке, купить стерильный препарат смекта, да, и приготовить тот раствор, который я в прошлый раз показывала, с глиной, с карьера, приготовить его совершенно, значит, проверенным фармакологическим способом, веществом, безопасным. Он, в принципе, глина всегда безопасна, но когда уже стоит штамп, то человек больше этому доверяет. И вот если он просто разведет смекту, смекта предназначена для чего? Детям, вы знаете, да, при поносах, при диареях, при дисбактериозах, назначают эту глину под названием смекта. И многие, кто из-за родителей, или даже некоторые врачи, они как бы не в курсе, что там действующим веществом, одним-единственным, может, там ничего нету, там только привкус еще дает одно вещество, но действующее вещество, там именно глина, белая глина. Что она вот и делает то, что я вам сейчас рассказывала, выстилает слизистую кишечника, уже воспаленную, тонким защитным слоем, под которым репарация слизистая, поврежденная, идет очень быстро, репарация это восстановление, очень быстро проходит воспаление. Более того, она как сорбент сорбирует на себя патогены микроорганизма, включая, в данном случае, всем, приведу пример, известную всем кишечную палочку, именно патогены, потому что она бывает не патогены. Патогены это болезни флона. Или что вы еще знаете, дизентеринную, знаете, возбудитель дизентерин, сармонеллеза, протеи многие знают, цитробактер, та же кандида. Так вот, под силу глини вывести эти агенты, сорбировать на себя и вывести. А известный препарат энтеросгель, он создан тоже как подражание глине, там компонент глины, диоксид, лиоксид кремния, как бы извлечен из глины, либо синтезирован подобным глине, вещество подобным образом, и тоже продается как аптечный препарат, и этот сорбент очень мощный. Он в 2000 раз, у него выше активность, чем у угля, чем у активированного угля, того же аптечного препарата под названием активированный угля, у энтеросгеля выше. И также очень высокая у глины, точно так же. Хорошо. Значит, коллоидный раствор глины способен в кишечнике проникнуть в очень труднодоступные удаленные дивертикулы, в данном числе дивертикулы, это кармашки в кишечнике. Найти эти камни спрессованные, которые много десятилетий уже, да, вот представьте себе женщину, ну давайте представьте мужчину, 60-летнего, у которого уже есть парочку диагнозов, да, стенокардия у него есть второй-третьи степени, гипертония, допустим, да, он страдает регулярно от гипертонических кризов, он сидит на препаратах, и представьте себе, что у него большой такой живот, да, представьте себе мужской такой большой живот, объемный. там уже от 5 до 15 килограмм, это по исследованиям королевского британского общества, я читала статью, что и в прошлый раз приводила их цитату, что 65% человеческих заболеваний гнездятся в кишечнике, в проблемах кишечника, то есть, ну 65% это, это как бы, такая цифра, не исключается, что и все, и дальше, и 90%, но у младенцев, по крайней мере, точно, причем младенец зависит очень сильно от кишечника мамы, и в период внутриутробного развития, и дальше, очень сильно зависит, да, вот эти коллоидные растворы глины проникают в состав и разрушают эти камни, как микромолоточками отбойными, многие же боятся, наоборот, что оседает, глина дает камни, наоборот, она борется со своими камнями, если же эти камни в почках, и в желчном пузыре, туда непосредственно глина проникнуть не может, но ее вещества по составу коллоидные, они вместе с кровью уже усвоены, проникают в эти полости организма, и там тоже работают с песком, с камнями, с конгломератами, и тоже, как микромолоточком, их разбивают, замечательный механизм, поэтому, если есть у кого мочекаменная болезнь, не бойтесь, что глина вам нарастит эти камни, или вырастет новые булыжники, нет, наоборот, она потихонечку будут справляться с вашими застарелыми проблемами. И еще угленные свойства, она ПХ крови доводит до такого состояния, что камням становится неуютно, и они тоже начинают растворяться, определенная ПХ, и камни начинают растворяться, ведь при закисленном состоянии или защелоченном, они тогда и образуются, а когда ПАХ возвращается в норму, и тем и другим камням, и кислотным, и щелочным, я сейчас говорю про камни в почках, и в желчном пузыре, им становится неуютно, и они тоже То же самое с бактериями, вирусами и грибками. Одни любят защелоченный ПАЖ, другие кислую, глина возвращают в норму, и тем и другим становится неуютно, они гибнут и покидают организм. А если просто тупо взять, нехорошее слово, она уже поскользнула, если просто не подумав или подумав хорошо, но ошибившись, применять антибиотики и не работать в ПАЖ крови, то ничего не получится отдельного, а проблема будет только нарастать и возводиться в степень. Потому что, тоже по исследованиям ученых, при антибиотикотерапии погибает до 99% особей, неважно какой инфекции, мы вот приводим пример, допустим, со стафилококком. Кстати, стафилококк, это эмолитический стриптококк, вот они любят вызывать заболевания почек в том числе, в том числе и гнойны, кстати. 99% погибает, оставшийся 1% это по исследованию ученых, следователей, вырастает в скором времени до не бывших 100%, до 300-500% по сравнению с исходным количеством инфекции, инфекционного агента до момента начала антибиотикотерапии. То есть, понятен, да, механизм, что происходит? И резистентность растет, то есть, невосприимчивость к антибиотикам растет у представителей многих видов инфекции, к сожалению. Вот, а глина, вот, пожалуйста, нам, какая подмога. Это на примерах приема внутрь. А теперь, по вашей просьбе, перейдем к глино-лечению, применение в наружном способе. Значит, опять начнем с новорожденных, начинаем с малых проблем. Проблемы новорожденных, вот представим себе, ребенок, у него не очень все в порядке с пупочком, да, и есть такое заболевание амфолит, это когда воспаленный пупочек. Если стерильной глиной смекта присыпать, там, кстати, в инструкции есть, в одной из расширенных инструкций и исследований, в ней написан этот способ, присыпать пупочек порошочком смекты, то проблема решается намного быстрее, чем присыпать тем же ксерофором, да, вы, наверное, про него знаете, он в советское время был очень популярен. Это раз. Во-вторых, если у мамы, не дай бог, ксероформ был такой, вы слышали, помните, да, ксерофором, да, молодежь уже, слава богу, его не слышала, не знает, потому что на самом деле очень он агрессивный, сейчас его не очень припоминают, хотя многие его любят, да. И вот, допустим, представим себе маму с маститом, да, мастит у каких мам возникает? Не у тех, которые на сквозняке посидели летом в 40 градусов или зимой в 24 в теплом помещении, а у тех, у кого густая кровь, и не дай бог запор, а еще, если эта мама переедает, да, вернемся к проблеме переедания, всякая нормальная мама цивилизованная переедает. Это уже доказано на практике многолетней. Всем мамам, когда они беременные, говорят, кушай за двоих, когда родился ребенок, кушай там вообще, постоянно сиди и кушай, кушай, сиди и кушай, я прихожу к мамам, они отекшие с маститом и думают, что посидели на сквозняке. А на самом деле густая кровь, нашла благодатную почву, грудную железу, и там, значит, дал отек и воспаление, а застой, лактостаз, он тоже обычно при переедании. Например, вот из своей практики педиатрической расскажу такие известные вещи, что после каждого праздника, особенно у меня, так сказать, вспоминается Новый год, 8 марта, Пасха и Рождество, количество маститов возрастает неимоверно. Фактически всякая уважающая себя мама заболевает маститом после... Переедание, да. Переедание идет кустой крови, да. Я уже молчу про состав этой пищи праздничной, да? Вот, и что интересно, что возрастает не только количество маститов после этих праздников, и количество... ну, гастрологи знают, да, они даже потирают ручки после праздников. Количество пациентов возрастает просто в разы. Да. Хорошо. Так, про глину местно. Так вот, если мастит, да, если мастит, то наше вот обычное разведение глины до состояния пластилина. Просто прикладываем к груди, и кто не хочет глину из карьера, тот пускай берет глину с аптеки и делает себе такой замечательный компрессик, и прикладывает. И потрясающее воздействие на мастит, потому что люди тоже антибиотики давать таким женщинам, на самом деле, уже доказано не один раз, что замечательно лечат глиной мастит. А что интересно, что ей под силу взять все абсолютно травмы и травматические состояния, воспалительные заболевания кожи, подкожные клетчатки и суставов. Об этом будем рассказывать. Есть такой примечательный тоже в моей практике опыт, что у меня есть производитель глины, но правда в промышленном масштабе и в промышленных целях. И трое детей в этой семье этих производителей. И каждый раз, когда они мне звонили по телефону, что ребенок упал или что-то на ребенка упало одного из, я каждый раз говорила, берите глину, несите, делайте тесто, прикладывайте. И каждый раз это игнорировалось, как-то не верилось людям. И вот на третьем ребенке так и получилось, что громадная абсолютно гематома, ребенок упал, ребенку до года, громадная, ну и мама уже поверила, я уже взяла эту глину, более того, был воскресенье, праздник и так далее. И ночь, чуть ли не ночь, и у кеку невозможно бежать, незачем, ничего дома нету, кроме глины. На следующий день мама позвонила и сказала, что это громадная гематома, шишки. И фактически ничего не осталось, вот за несколько часов. Так что очень рекомендую дома держать на такой случае, вот специально, вот специально, не дай Бог, для травмы. И действительно на глазах. Даже некоторые люди делают опыт, допустим, два участка травмированы, на один кладут, второй смотрят, что будет со вторым. И, как правило, первый проходит мгновенно за несколько часов, а второй можно 2-3 недели лечить. А на сколько прикладывать? Вот. Вообще-то, считается, за 45 минут глина отрабатывает свои свойства местные инсорбционные. И дальше она уже не работает, и поэтому либо несколько раз в день по 45 минут, некоторые два раза в день обходится, либо постоянно каждые 45 минут накладывать, если обширная проблема. И что интересно, что можно... Выбросить. Можно она сама впадает, да, выбросить. И что интересно, что даже если повреждена кожа, то глина, даже повреждения кожи, даже если уже кровит, даже такие проблемы способны решать. Да, интересно, правда? Страшно звучит, наверное, да? Или не страшно? Приводишь, например, именно, приводить, например, стерильную глину с аптеки, под названием смерть, вот и не так страшно. Хорошо. Значит, следующее у нас идёт, допустим, заболевание суставов, да? Наша любимая тема, то, на чём мы тут сошлись в своё время. Было бы хорошо, если кто-то поднял руку и сказал, что у него нет заболевания суставов. Но я не буду сейчас провоцировать народные эмоции, понятное дело. Старые раны, не будем сейчас это всё поднимать со дна. И кто-то когда-то либо сталкивался, либо непрерывно находится в страдании под названием что? Артроза, артрит, да? Леосиохондроз, у кого что? Значит, в данном случае глина, наложенная тоже таким же способом, тоже в виде пластилина, способна снять воспаление, отёк, даже характера ревматического. Не важно, сколько лет человек? Да, хоть 105, хоть 108. Хотя почему-то вот люди, которые уже перешагнули 99-летний, они почему-то уже какие-то совсем не больные. Вот я видела представителей, они какие-то активные. Вот у тебя бабушка. А вот весной в Японии... Весной в Японии был забег, нет, не марафонский, на 500 метров, по-моему, да? И победила женщина 101 или 102 года, 101. О каких заболеваниях в суставах может идти речь? В 99-ти лет до жителя. Да, еще с зубами по-новой. А потом по-новой, зубы вырастают, волосы. У меня тоже есть такой пример, мужчина 47-го года рождения. Значит, ну он занялся оздоровлением, это наш согражданин. Он занялся самооздоровлением лет 10-15 назад, но очень-преочень серьезно. Вплоть до того, что он пошел и снял даже протезы, и даже пломбы снял, и все абсолютно. И мосты вынужден был снять, потому что он знает, какие токсины заложены в стоматологических материалах. То есть он настолько решил избавиться от всех токсинов, что даже избавился от своих полуестественных, полунеестественных судьбов. И стал фактически беззубым на какой-то момент. Так что у этого человека вот на моих глазах? Он попользовался всеми способами очистки очень серьезными. И в то же время он перестал кушать, как говорится, перестал жрать. Сначала он, значит, сузил свой рацион до, скажем так, яблока. Одно яблоко в сутки он и кушал, так, пил воду тоже глиняную. Так, что там еще? А, он арбузы во время сезона кушает, арбузы. Так, а, и делает лепешки, сам мелит муку из цельного биологически активного зерна. Он его сначала проращивает, потом он сушит, потом он мелит, добавляет воду и сам печет. То есть вот у него в рационе яблоко, арбуз по, Маргарита Юрьевна, знаю о таком речь, арбуз по сезону, водичка. Если припомнит, конечно, я рассказывала как-то. И без молочки. Он поначалу бежал корову, и у него было поначалу парное молоко, литр в сутки, но он потом отказался. И корова прослась на его собственном лугу, он себе вырастил. Он закупил себе земли, вернее, взял в аренду большие земли, засадил там альпийский лук. Что такое альпийский лук? Это лук, на котором самостоятельно вырастает 300, по-моему, видов растений, характерных для горных, предгорных и таких равнинных, но не засушливых мест. Причем он биологически изучил биологическую сторону дела научного, привлек ученых, там своих друзей опять-таки, чтобы этот лук вырос, он за несколько лет вырос. На этом луку послась коровка. Ну, коровка, естественно, тоже была выращена, и тоже взята из хозяйства выращена, но он потом отказался даже от молока. Так, что у этого человека произошло? Значит, первое, на его очистке, если вы знаете, что такое язва голени, то я в двух словах скажу. Слышали, видели когда-то язву голени, что это такое? Вдруг вот входит престарелый человек с язвой, и вот он лечит эту язву, ему говорят, что у него диабет, она постоянно течет, ничем не лечится, антибиотиками не лечится. Слышали про такое? Видели? Или ноги такие черные, такие воспаленные, залеченные, залеченные стрептоницином, постоянно человек сидит на препаратах. Вот, на самом деле, расскажу вам одну такую, значит, интересную вещь. Оказывается, язва голени открывается у человека, у которого токсинов уже настолько много, что ему нужен дополнительная, дополнительная почка. И вот на ноге, в тонком месте, где кожа натянута, легко травмируется. В результате какой-то небольшой травмы или небольшого укуса организм выждал, когда накопит токсины, которые почки нормально не выводят и печень. И в эту область посылает вместе с лимфой, вот сочится такая жидкость у этого человека, постоянно, может, вы видели, у престарелых людей такие бывают. Вот у него постоянно сочится лимфа. И в этой лимфе, если ее просмотреть, изучить, там огромное количество токсинов, а также грибков, бактерий, вирусов и даже личинки паразитов. И поэтому залечивать эту язву нельзя, потому что организм открыл, да, свою ногу отдал на растерзание, но почку новую создал, и организму хорошо. Ноге плохо, человеку плохо, а организму хорошо. Так вот, у него, когда он сел на очистку, у него открылись на ногах, на обеих ногах вот такие язвы. Так как он был подготовлен, и он находится под, скажем так, за ним наблюдает врач из Института геронтологии российского. Женщина. И она ему объяснила, в чем дело, он уже был подготовлен, подкован. И он несколько лет, несколько лет, он был вынужден жить с этими язвами и знать, что это выходит то, что в нем накопилось с 47-го года. Со временем, значит, кожа, как у младенца, затянулась, без всяких рукцов, без ничего, когда прекратились выводы залежей токсинов с организма через эту дополнительную почку. Даже у него ни одна почка, а где получается. И он был вынужден зимой ходить в кирзовых сапогах, чтобы не касалась одежда и обувь не касалась этих голени. Так, значит, у него, у этого человека выросли волосы, это на моих глазах. То есть у него была лысина, обширная, охарактерная для старика после 70 лет. У него, значит, выросли новые волосы черного цвета. А до этого была лысина и несколько там седых волосков. Более того, он когда путешествовал через границу, через нашу замечательную, молодой украинскую границу, и когда он показывал паспорт, ему говорили, это не вы, это ваш сын. То есть в паспорте был он лет 10 назад, да, а сейчас это был сын его же самого по виду. Совершенно другой человек, ну, там, то, что он избавился от болезней, да, избавлялся от множества своих болезней, друг, там, череда шла этих болезней друг за другом, он от них избавлялся таким образом. То есть все возможно, да, организму только вздохнуть, перестань его перекамливать, перее его, так сказать, насыщать нехарактерными для него и бредными для него веществами, я имею больше, с вами препараты агрессивные. И дай ему только вздохнуть, и дай ему чистую среду, и дай ему хороший сорбент, если есть возможность, желательно природный, воду хороший, воздух. Да, забыла сказать, что он переселился из дома, из своего он переселился под открытое небо. И первая зима у него была минус 25, вот помните, года 4 назад зимой было минус 25 довольно долго, наверное, недели 3. И он смог провести это под открытым небом. Единственное, что у него есть собаки домашние, и они его грели. Вот это вот единственное. Потом он смог в том году уже смог и без собак спать. Зубы, да. Насчет третьих зубов это правда. Значит, у этого человека, я не могу сказать, что мы взяли и выросли третьи зубы. Но он поставил себе задачу, чтобы они выросли. Так как я с ним не общалась где-то вот там, да, то, возможно, сейчас, если я с ним встречусь, он меня порадует какими-то новостями в этом плане. Но у него была цель конкретная. А насчет третьих зубов, то у моей бабушки, ну, правда, бабушка тоже очень долго жила, у твоей бабушки нет, Света, третьи зубы не пошли еще. Ну, вы слышали, да, это не шутка, это не шутка, это не шутка. Доказанный факт. Если придете домой, почитайте. Каковысь, возможно, почитайте. Во всемирной паутине. Мейте такие средние. Хорошо. У бабушки нашей сотрудницы, реальный случай, мы смеялась. Представляете, вот, 80-летние бабушки. Вот у меня тоже 80-летняя бабушка. Она сама с Сибири. Ну, здесь Кишнира оказалась в связи с перепятиями всякими разнообразными. И на 80-летие она решила, по-моему, даже не 80-летие, по-моему, даже 85-летие, она решила собрать всех оставшихся родственников живых и их чем-то удивить таким вдохновляющим. И знаете, чем она удивила? Она встала на руки, она сделала для них стойку на руках. И тренировалась до этого, да. И очень даже красиво, по-спортивному, сделала стойку на руках и стойку на голове. Ну, у нас вот и есть. Такие примеры у нас есть, доставляющие примеры. Как только доживем, до... Да, да. И вот, если воспалительное или дегенеративное заболевание суставов... Зачем голову правил… Да. Хорошо. Хорошо.